Провер, Лёшка на проводе, Алексей Миличев на связи и у меня давно был вопрос, я уже о нём вам говорил, это главный вопрос белорусской схемы, почему к белорусской схеме не прикрутить авиагрузы? Это очень странный вопрос, это очень странная ситуация, когда через Беларусь возможен автомобильный вход-выход, железнодорожный вход-выход, но пока никак не работает авиа, хотя с другой стороны, что может быть проще, сделав Калядичи, сделать Минск-2, например, тем же самым вариантом Калядичи, когда грузы поступают авиаперевозкой и, конечно же, это место пусто не бывает и воротами, авиаворотами в Россию, вот хитрыми авиаворотами в России сейчас служит Бишкек. И, конечно же, этот Бишкек максимально пытаются выдавить, хотя, опять же, если открыть в Минске аэропорт и вот возможность перелёта в Минск и далее в Россию, то это даст большой толчок к развитию белорусского авиаузла и, кроме этого, большой толчок к развитию авиаперевозок, в том числе Белавия могла бы на этом деле очень сильно подняться. Но, возвращаясь к Бишкеку, хочу сказать, что борьба российской таможни с бишкекской схемой, она, в общем-то, идёт уже достаточно давно. Ещё год назад мы слышали о том, что грузы в аэропорту Шереметьево, которые прилетают из Бишкека, подвергаются гонениям, так скажем. А схема, вообще говоря, работает очень просто. В основные два направления это Гонконг-Бишкек и Дубай-Бишкек, далее растаможка в Бишкеке и внутренним рейсом Бишкек-Шереметьево. Схема идеальная, по ней ввозится львиная доля мобильных телефонов и мелкой электроники дорогой. Занимает эта схема из Дубаев, из Гонконга, ну, буквально 3-5 дней. Это шикарный вариант. Естественно, этот шикарный вариант, который позволяет много зарабатывать как хозяевам этого канала, так и клиентам этого канала, вызывает интерес со стороны таможенников российских в том плане, а что это мимо нас всё это идёт. И вот сейчас, буквально в марте, опять очередное обострение. Наш человек в Шереметьево передаёт, что поступающий товар из Бишкека на склад, который уже очищен, ну, конечно, как-то хитро очищен в Бишкеке, сейчас опять изымается оперативниками в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий. Далее этот груз, изъятый вот этим ОРМ, передаётся в ОТК ПВТ, красивое название. Это отдел таможенного контроля после выпуска товаров в свободное обращение. Значит, соответственно, те, в свою очередь, начинают возбуждаться, проводить камеральную проверку, и если приходят к выводу, а сами понимаете, к выводу они приходят на раз-два-три, о том, что товар не оформлен и ввезён незаконно через Бишкек, предлагают клиенту заплатить все таможенные пошлины, то есть провести повторное таможенное оформление в Шереметьево. Но даже и после этого, после того, как предлагается это сделать, и клиент это делает, товар находится на складе в Шереметьево, и оперативная таможня, отдел таможенного контроля, не разрешает забирать этот товар со склада, тянет до тех пор, пока какие-то благодарности не начнут поступать от клиента. Но схема-то, в общем-то, обкатана, и Бишкек перешёл на то, что он переходил год назад, а именно на автомобильную доставку. Теперь груз прибывает в Бишкек-авиа, далее растамаживается, загружается в трак, и траком уже едет в Москву. Естественно, на автомобильном транспорте, так просто, как в Шереметьево, всё это уже не отловить, иначе это не будет союз независимых государств. Вот, в принципе, в двух словах о ситуации с авиагрузами, с авиасхематозом. Берегите себя, до очень скорых встреч, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok